Все же, кто такой русский человек? Русский человек это та традиция, та культура, которая берет свое начало с русского мира. Русский мир это раздолье русских рек, три из которых текут на юг и считались нашими предками реками черными, а одна текущая на север, и это река Белая. Три реки текущие на юг и берущие свое начало на Валдайской русской возвышенности, это Волга, Днепр и с небольшой натяжечкой Дон. Но наши предки были уверены или так считали, что Дон тоже берет свое начало на Валдайской возвышенности. А река текущая на север, река Белая, это западная Двина. И вот очертания этих четырех рек, это как перевернутая буква Пси, или как знак Пасифик известный сейчас, как знак мира, как символ мира. Это и есть русский мир. Так вот, антропологически русский человек произошел из этих земель. А если мы поговорим в другом смысле, то это определенная общность людей, в которой базируется культура на двух крыльях, стоящая твердо на двух ногах, имена которым русский язык и русская семья. Мы нашим студентам рассказываем очень подробно о тех именах или о тех названиях, если угодно. В то время, когда зародилось ясно, изучалось с нашими предками, очевидно, жизнь была попроще, в том смысле не настолько разнообразна, суетлива. И не было необходимости в понятиях абстрактных. Мир был понятный, мир был природный. Мы с нашими студентами обсуждаем подробные рассказы, что же означает даже в смысле, если угодно, философском, хотя правильно сказать в смысле софийском, потому что София, философия, разные понятия. Мы обсуждаем с ними, что же это за прикладные, и практические предметы, любовь. Предмет, оказывается, такой существовал. Был прямо предмет, который назывался любовь. Был предмет надежда, и был предмет вера. И был, конечно, предмет или объект, объединяющий всю совокупность этих понятий. Ее назывался София. Мы понимаем, что София и философия – вещи суть разные. Русские люди – это люди, сидящие вокруг костра. Метафорически, конечно. Но одно из базовых понятий людей русских – это символ костра. Наши предки верили, что любой огонь, любой костер имеет природу свою и свой источник небесный. От Отца Небесного. Но оно и очевидно. Первый огонь, который люди увидели, он прошел наверняка от молнии. А молния, очевидно, упала с небес. И вообще там все светила находятся. Там главное светило – солнце, которое согревает землю, которое дает все на этой земле. И является как бы источником этого самого огня, который потом реализуется в творениях земных. Будь то растение, будь то живое существо, будь то сам человек. Так верили наши предки. Поэтому для них понятие огня было понятие сакральное. И вот если мы с вами присваиваем костер, или, по крайней мере, с вами разожжем костер, но костер не так ради забавы попалить дрова, а костер утилитарный, практически, который нужно, чтобы нам приготовить пищу, или согреться, или высушить одежду, то странное дело, каждый раз он будет примерно одинаковых размеров. Он будет примерно чуть меньше метра. И интересное дело, вокруг него усядется определенное количество человек. Если достаточно плотненько, 12 человек. На таком расстоянии, что он не будет меня обжигать, этот костер метрового диаметра, но в то же самое время я могу веточки пошевелить, угли, я могу проверить, как там сухнет моя одежда невдалеке у костра, или как там варится какая-то моя нехитрая стерпня. Это костер практический. И он меня согревает. Я нахожусь на определенном расстоянии от него. И вот эти 12 человек, опять та же самая система 12, матрица, это и есть те самые русские люди, в широком смысле, те самые 12 колен русских, преславянских народов, правильнее так сказать, сидящие вокруг этого самого отеческого костра, неспосланного от Отца Небесного. И они согреваемы теплом от этого костра, и они освещены этим светом от этого костра. И мы же с вами понимаем, что тепло от костра не бесконечно, оно где-то закончится, где-то закончится тепло, но будет еще продолжаться свет. И в этом смысле схематично и образно русские народы, сидящие вокруг костра, этим теплом согреваются. Народы же, стоящие за спинами русских, в отдалении от этого костра, они находятся только освещенные, они просвещенные народы. Поэтому вот эта просвещенная, как бы Европа, получает нас, людей непросвещенных. А на самом-то деле, смотрите, ведь именно концепция общества потребления пришла от просвещения, от просвещенных. Что имеется в виду в этом смысле? Мы сидим возле костра, мы костром согреваемы, и часть нашего гомеостаза или обмена веществ может поддерживаться теплом внешним, исходящим от этого источника тепла. Нам не нужно столько еды, мы можем часть этого тепла, необходимого для нашего обмена веществ, получать от источника тепла напрямую. Те же, кто стоят за спинами, этого тепла не имеют. И у них возникает генный культ потребления, генный голод, который нужно заедать чем угодно, вещами или едой. Покупать и покупать, впихивать и всовывать. Больше и больше. Как один западный знакомый мой, который занимался машинами, продажей машин, говорил, ну как мне уговорить семью купить третью машину, если у них уже у мужа и жены есть две. У них проблема придумать это, как впихнуть это самое потребление. Даже сейчас термин такой же появился, потреблятство, когда уже во главе угла идет потребление, потребление ради потребления. У людей русских, в этом смысле, людей русских, отвечая на ваш вопрос, тоже такие русские. Это те, кто сидят возле костра. Им не потребно столько всего. И вся трагедия или драма нашего времени как раз в том, что мы, люди думающие, говорящие по-русски, оказались в такой ситуации, что переняли навязанную нам модель жизни берега не нашего или образа жизни не нашего. Теми людьми, которые русскими не являются. И мы долгое время в эту модель пытались играть. А она у нас не работает, не приживается. Она не делает нас счастливыми. Она их-то, признаться, не так уж делает счастливыми. Но это их дела. Мы-то как раз к ним со своим образом жизни не лезем. Мы-то как раз и говорим о том, что и вы к нам не лезьте. Позвольте нам возле нашего костра жить так, как мы решили. И ведь этот костер, это кон. Мы понимаем, что круг очерченный, кон. А за пределами этого кона, ну, за кон, он за коном. И вот, получается, люди, живущие по кону, интуитивно, мы вообще люди, русские, интуитивно, вибрационно, телом нашим, осознаем и чувствуем, что есть что-то выше закона. Есть справедливость, которая выше закона. Закон лишь пытается ее объяснить и описать, а справедливость всегда выше. Мы чувствуем, что, может быть, по закону, но нечестно. Это несправедливо, хотя формально по букве закона. Но против некого духа. Вот дух, это заключенный, заключенный, жесткие формы закона справедливости. Вот люди, русские, это они. которые базируют свои коды, генетические и культурные коды на двух составных. Русский язык, который сформировал наш мозг и все наше существо такими. И русская семья. А она отлично от семьи западной. Сергей Юрьевич, вы сказали по поводу начали от костра, я сейчас попал в последовательности. Костер, вы сказали, имеет какой-то определенный размер, чтобы 12 человек именно уселось. Какой-то определенный размер должен быть. Да, эти размеры безусловно есть, они обоснованы. Это нужно выстраивать этот костер для того, чтобы 12 человек посадить? Нет, оно получается естественным образом. Но вот смотрите, если мы с вами разожжем костер, который сам собой получится таким, примерно чуть меньше метра, он будет большой, я к нему не подойду, я не повешу над ним котелок, одежда не опалит, я не смогу к нему, возле него, он будет маленький, он мне не согреет, он будет неполезный мне в этом смысле. И он как бы сам собой получится таким. А дальше, когда этот метровый костер, ну вот размер примерно с этот стол, и мы захотим усесться так, чтобы у нас ноги не опалили, но и не холодно было нашим плечам, мы как бы сами подбирая, очерчим этот внешний круг вокруг костра и получится, чтобы больше 12 не сесть. И это та самая ясная, которая говорит, необходимую, достаточность ни больше, ни меньше. Мало? Не в порядке. Больше? Перебор. Вот это та самая природная закономерность, которую наши предки увидели. Увидели ее во всем, хоть в костре, хоть в своем теле, хоть в созвездии, хоть в движении светил, а главным светилом было солнце, и так далее, и так далее. А они увидели все, так устроена вся земля, так устроено все вокруг нас. И эти самые размеры потом сквозят и везде. Они находят отражение эти пропорции во всем. У нас есть элемент один, который в рамках курса мы нашим студентам рассказываем. Так называемая русская геометрия, где мы как раз издаем эти пропорции. Почему оно так смоделировано? Почему по образу и подобию тела так наше устроено? И в каком соотношении? И где же там это самое золотое сечение? Это как бы магическое природное золотое сечение, когда отношение меньшей части к большей части отрезка, такое же, как большей части ко всему отрезку. Это одинаковые пропорции. И вот это некое золотое сечение дает нам понять, это природно или неприродно, красиво или некрасиво. Наш мозг, наше бессознательное образное восприятие говорит, это красиво или нет. А потом мы только анализируем. Есть там кульминация, вот это золотое сечение находится в объекте, или в художественном произведении, или в картине, или в природном объекте. Есть она там, эта пропорция? Некрасиво. Нет там этой пропорции? Ну, а мне как-то не отзывается. Ну, да, ладно, но никак. Не отзывается. А что отзывается? А бессознательно говорит, я так устроен. Вся природа так устроена. Это гармония, это правда. Это правда. Правое, опять, это по правде. Ясно учат, что есть правда, есть ложь, есть истина. И это разное. Вот еще смотрите, какая штуковина, которую имело бы смысл здесь проиллюстрировать. Ведь когда мы говорим, к нам приходят с их образом жизни, с их образом потребления, с их образом всего, и потом, в конечном итоге, мы, люди, русские, поверив их смыслом, приняли их модель, а она в нас не прижилась, и мы не смогли быть несчастливыми. У нас не получается жить чужой жизнью, жить счастливо. А нам всякий раз показывают, вы никто, вы несостоятельны, вам всего тысячу лет, нам по пять тысяч лет, у вас ничего духовного нет, идите куда угодно. Учите вуду, учите йогу, учите что хотите. Вот что хотите. У вас на вашей территории ничего путного зародиться не могло. Ваши сказки, бред, ваши цари. Вот смотрите, ведь какая штука. Если мы с вами проанализируем, как нам Запад, или как бы мировое это сообщество, или общая история, написанная не нами, и не для нас, а мы утверждаем, что история, которую мы изучаем в наших школах, и преподаем в институтах, она вымышленна, она не имеет отношения к действительности. В нашем внутреннем сообществе людей вокруг института русского языка ясно принято утверждение, что обоснованно как историю можно воспринимать лишь события после 1861 года. До этого, уверенно, можно сказать, что все это литература, это вымышленные персонажи. Вымышленные. И они не жили. Они были, но не жили. Помните? Так вот, это другие персонажи. Либо собирательные, либо не имеющие отношения к действительности. В этом наше, кстати, фундаментальное отличие от большей части альтернативных историков. Они говорят, что есть хронология другая, если бы в конкретной хронологии, что как бы сдвинуто восприятие. Мы утверждаем, что очень огромное, большое количество было просто персонификаций. То есть, самих таких исторических персонажей могло не существовать, которым приписано столько деяний, столько конкретных действий вокруг него. Так вот, что же нас уверяет? Нас уверяет с вами, что любой, сколько-нибудь значимый правитель, царь, или вельможа, или военно-начальник, но обязательно находит в него огромное количество фактов, сказать, что этот человек ничтожный. Если царь, так он или кровопийца, или тиран, или деспот, или убийца, сына своего убил, или если там женщины, то, как сказать, какие-то развратницы, какие-то потаскухи, или пьяницы, кто угодно. Но главное, что опускается, а при этом наше бессознательное ведь считывает это понимание. Ведь нам не говорится, главное, что посредством этого способа они пытаются внедрить наше восприятие. Русские, ведь ваши цари, это помазанники Божии, это избранные, это самый цвет, это самые лучшие ваши люди. Но если они таковы, эти самые ваши лучшие, а вы явно таковыми, лучшими не являетесь, то какие же вы? Ведь вот какое идет перепрограммирование, ведь вот идет какое наставление. Вы явно не лучшие люди, а они упыри. Вы явно не лучшие, а они придурки. Они придурки. Каковы же вы? И вот нас вгоняют в такое восприятие мира по одной простой причине, если уж так совсем говорить. А зачем это все им, собственно говоря, нужно? Потому что мы есть те самые сидящие у костра, хранящие те самые силы, смыслы Софии. А за пределами, за спинами русских, сидящих у костра, философия, трактовка Софии. Ведь мы же понимаем, София и философия не одно и то же, как кофе и любовь к кофе. Это не одно и то же. Это отношение к какому-то объекту или субъекту. Это мое к нему восприятие, но не сам объект. Русские люди были софисты, русские люди всегда верили, русские юрюли всегда обладали этой верой, говорящей о том, что есть некий внешний источник этой самой какой-то сакральности. У русских людей Бог был всегда вне. У людей не русской традиции. Бог был заключен внутри них. Внутри. И это фундаментальное развлечение. И оно не только в этом, но как следствие, и оно сквозит и общество разное, и восприятие. Разное общество восприятие. Общество потребления или нет. То есть, когда во главу угла стоит наличие голода этого самого, который мне нужно заесть как угодно, вещами или машинами, квартирами или давами, едой или драгоценностями, и это необходимое мое составное. Я без этого не могу. Мне надо больше и больше. Вся индустрия, государство заточено на увеличение этого самого потребления. Добрый день! Сегодня мы начинаем очень интересный эксперимент. Вы все слышали фразу «За семью печатями». Это означает, что что-то в чем-то спрятано. И мы будем раскрывать тайны русских народных сказок. И начнем мы с колобка. и откроем одна за одной несколько печатей, несколько тайн. И это будет супер как интересно. Мы все прекрасно понимаем, что есть образы далекие, есть образы близкие. Конечно, мы понимаем, что для всех нас, для нас, когда мы были детками, у нас самих есть дети и внуки, образ сказок, передача информации сказками. Наиважнейший способ формирования начатков вечности, приобщения к этим структурно-техническим кодом, что заставляет или помогает нам быть русским. В русском широком смысле этого слова, понимаете, важно, что у нас такая национальность и вот эти самые крутые дешевые дешевые. И сказки, это еще раз повторюсь, это был немаловажный, один из самых главных инструментов формирования личностей. Достаточно легкой форме путем визуальных образов, путем передачи, как мы сейчас говорим, русских форм, формирования вот этих самых прививки русского духа, формирования вот этой самой русской личности, что позволяло нам быть русским. Хочу представить Анастасию Александровну, она является преподавателем в нашем институте. 200 лет назад ребенок учился не в школе, он учился на пашне, он учился дома, он помогал в производствах, он был сперва на подхвате рядом с маминой юбкой, потом он помогал старшим братьям и сестрам, потом помогал родителям, отцам, дедам, и где-то лет в 12 он уже заканчивал свое обучение. И верхом этого обучения натурального хозяйства было, конечно, садоводчество. Но сказки, они тоже не стоят на месте, они тоже развиваются, и поэтому уже у нас есть одна личина, 11 печать, круглое, румяное, оно ходит, вернее, это шар. А здесь мы к этому вернемся, мы его представляем как шар, художники представляют его как шар, но это может быть, потом расскажу что еще. Я у дедушки ушел, я у бабушки ушел, я у зайца ушел, я у волка ушел, у медведя ушел, у тебя, лиса, и подавно уйду. В 62-м году вышли первые сказки Афанасьева, но как только вышли, так тут же попали под цензуру. Все книги были изъяты и уничтожены. Осталось только несколько экземпляров, которые Афанасьев успел подарить своим близким родственникам. Найти эти первые экземпляры нам не удалось. Итак, событий в книжке, вот вообще о структуре мы говорим, да, ровно 13 любой русской народной сказки. И первое, оно же является последним, тринадцатым. То есть они накладываются друг на друга, как змея, которая кусает свой хвост. Но мы видим, что если медведь здесь есть, то здесь никого нет, а долг им. День, кое-